Я вот уже несколько лет живу во Времянке, у меня отопления нет. Это видеообращение было отснято чуть больше месяца назад. Благотворительный фонд Инсамн обратился житель Новолагского района Абдурахман Ушанов. Мужчины с женой и шестью детьми не имели нормальных условий для проживания. В доме, который был построен из подручных средств, не было ни электричества, ни воды, ни отопления. Ситуация осложнилась еще и тем, что жена Абдурахмана заболела. Те средства, что я собирал и старался дом построить для детей, у меня не получилось из-за той причины, что у меня жена заболела. Все средства уходят на лечение жены. И то, что остается, чтобы прожить. Фонд Инсамн сразу объявил о сборе средств, чтобы помочь Ушановым. Однако спустя несколько недель вопрос решился по-другому. На призыв фонда откликнулись спонсоры, которые купили готовое жилье многодетной семьи. Хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в сборах для приобретения этого дома и тех, кто желал и не смог это сделать. Особенно хочу выразить благодарность основному спонсору, который пожелал быть неизвестным, взял на себя основную нагрузку для приобретения этого дома. И пусть Аллах воздаст им по своей милости, даст здоровье, счастье, благочестивое потомство, чистый заработок, за который им не придется стыдиться в судный день. Фонд Инсамн по Навалакскому району благодарит всех, кто участвовал в сборе. Отдельная благодарность тем спонсорам, которые купили этот прекрасный дом и подарили Абдурахману. Собранные фондом деньги 500 тысяч рублей также были вручены семье Абдурахмана. Хочу сказать Баркало всем братьям и сестрам, которые помогли мне с деньгами. И отдельную благодарность хотел бы сказать, поблагодарить человека, которого я не знаю и не хотел, чтобы его имя знали за дом, который подарен моей семье Абдурахману. Еще два месяца назад Ушановы и мечтать не могли о таком большом и благоустроенном доме. Благодаря стараниям неравнодушных людей это стало возможным. Асель Манапова, Новости ННТ, Навалакский район, Новострой.